всем привет народ в общем сегодня будем собирать очень такое нестандартное необычное зарядное устройство там не будет ни лампочек там не будет не трансформаторов там не будет импульсных блоков питания микросхем транзисторов там ничего не будет этого зарядное устройство будет механическое электромеханическое тяжелая с низким кпд в принципе бесполезная вещь но как конструктор как поковыряться и опробовать свои силы очень даже ничего основой будет генератор автомобиля тут я просто для примера показал дастеровский и еще несколько таких дополнений обвес генераторов естественно многие уже догадается что это такое это даже не зарядное устройство это скорее всего преобразователь будет огромное тяжелое будем сваривать раму будем это все сращивать подключать и посмотрим что из этого получится мне кажется она заработает но с некоторыми но а какие это но будут если вам интересно пойдемте собирать ну что начинаем собирать наше устройство интересное это у нас профильная труба от ученических стульев советской школы возможно еще даже современных где-нибудь они остались стул я разобрал тут вот крепились спинки фанерные все полностью убрал разрезал и сейчас из этих труб мы сварим основание раму сам процесс сварки показывать не буду потому что довольно таки неудобно сразу снимать следить за кадром покажу уже готовую конструкцию и объясню и устройство и немножко приоткроет тайну предназначения вот такая вот конструкция получается здесь у нас уши крепления двигателя они у нас с прорезью будет позволять регулировать наклон вылет двигателя каким образом сделаны эти крепления вот эта вот трубка я ее отрезал кусочек разрезал вдоль получились половинки пропилил болгаркой углубление точнее даже не я пилил мне помогали анатолию привет огромное спасибо за помощь сделали все очень быстро ну а остальное уже присирал я уж это сложно назвать сваркой все делалось наспех лишь бы лишь бы присрать но держится здесь у нас тоже крепление одного устройства о котором я расскажу в дальнейшем и здесь будем доделывать тоже крепеж основании это возможно будет покрасить для красоты посмотрим если обалончик найду краски дум дуну даже для приличи как сейчас выражается в современном мире если по старому то просто покрашу и дальнейший разворот событий вам покажет хронометраж видео в одном из дублей сказал хренометраж видео ну возможно в моем случае это будет не хронометраж а именно хренометраж поэтому кому интересно оставайтесь с нами тут он даже помощник пришел какой лохматый кайфуша что у нас получается дальше установил двигатель от центрофуги стиральная машинка советская или волна или сибирь вроде бы 7 там есть такие двигателя чем они отличаются от обычных двигателей стиральных машинок алматинок этих двигателей чуть побольше оборотов если алматинок полторы может быть там 1700 оборотов то здесь больше двух тысяч оборотов в минуту то есть двигатель довольно шустры и он как раз нам подойдет для наших целей как я уже говорил крепеж позволяет регулировать наклон вылет двигателя высоту и нам это очень пригодится сейчас поставим наше второе устройство и многие уже догадаются что это будет за система потому что на заводе зил где было полное производство полный производство значит не просто сборочный конвейер а где в одном цеху производили кузова в другом шины в третьем аккумуляторы делали и был там аккумуляторный цех и эти аккумуляторы заряжались очень интересными зарядными устройствами на одном из обзоров известного блогера который сейчас вместе с депутатом сидит мша у него был выпуск видео где он показал что за преобразователи были то есть стоял двигатель 220 вольт или 3 на 380 в общем на высокое напряжение и он вращал генераторы постоянного тока который в свою очередь заряжали аккумулятор в цеху здесь у нас примерно такая же система я думаю многие уже догадались сейчас покажу как это будет примерно реализовывал какой-то 3 год у нас получается генератор москвича чуть-чуть не соосность наблюдается но это можно исправить не соосность все это выставляется тут буду валы соединять шлангом и хомутами возможно кому-то покажется это ненадежным соединением но я думаю для испытаний для зарядки должно хватить а может быть даже на большее что попробуем подкрасить решил использовать корпус стиральной машинки старый особо стараться не буду так сетки да по ходу краска испортилась и очень сильно будем использовать таким вот образом подкрасим если на заднем фоне перестанут там мешать что-то не очень красится так себе у нас получилось краска очень плохая оказалась но обнаружил у себя черный баллончик замечательно надеюсь всего хватит в общем вот таким вот макаром красить надо таким вот макаром прокрашиваю где получилось там получилось где нет ладно крупный специалист по окраске конструкции хоть сейчас на автоваз иди за что его примут все пусть сохнет теперь мне надо соединить провода на двигателе кстати как подключать провода как найти какой провод куда как это все вызвонить определить у меня есть отдельный ролик на канале плейлист подключение двигателей там найдете интересующую вас информацию единственное что скажу что этот двигатель работал с конденсатором его рабочий пуск и не пусковой а именно рабочий конденсатор то есть он из сети двигателей с цепи двигателя не выключается он работает постоянно емкость 10 микрофарад вполне хватит и 6 с 6 будет прекрасно работать ну и 10 тоже не помешает нагрузка у него не сильно большая будет поэтому сильного перегрева можно не бояться сейчас нам надо будет закрепить провод чтобы никуда не оторвался в дальнейшем естественно у него в планах вынести панель специальное управление отдельно для двигателя отдельно для генератора будет панель вольтметр амперметр здесь пока закрепил пружиной чтобы можно было легко снять ну и потихонечку продолжаем сборку закреплю провод пластиной по-хорошему сюда надо ставить автомат чтобы он как выключатель был и как защита посмотрим что у нас получается шумновато но запускается резиновый шланг кстати закрепил хомутами хомуты развернул таким образом чтобы они друг напротив друга были правда не совсем попал я как надо в общем надо резьбовую часть вот эту выступающую в одну сторону вторую часть противоположную чтобы более-менее какой-то баланс был и меньше было вибрации хотя даже при таком монтаже вибрации никакой не ощущается только шелест далее что надо вот такой интегральный регулятор 370201 установлю я его на выступающей части на шпильке электродвигателя кому-то покажется что в опасной близости перемычки нет тут ничего касаться не будет задевать здесь тоже ничего никто не будет так что переживать насчет этого не стоит все будет функционировать все будет работать подключить а тут тоже ничего сложного стандартная схема можете использовать вас 2101 06 07 можете использовать даже зарубежную bosch volkswagen тот же самый подключать интегральный регулятор там он уже конечно встроенный можно даже на этот генератор внешне вывести москвичевскую систему можете подключать зарядки разницы нету минус кстати корпус нашего устройства будет напрямую минус подключим а плюс с этой стороны шпилька генератора вот она силовая и на щетку один контакт точнее одна щетка у нас на массе сюда подается плюс то есть управление должно быть по плюсу вот такой агрегат получается подсоединил я интегралку один вывод щетки отключил от массы подключил на плюс сюда же силовой провод здесь у нас от дополнительных диодов выход не стал я его использовать соответственно питание продублировал массу с генератора на двигатель там у нас пусковой конденсатор соответственно минус плюс сейчас запустим я уже запускал сразу скажу что по звуку будет слышно что пошло напряжение и еще проведем определенные замеры включаем так даем разгон и подключаем так так как вы Это с аккумулятором Сейчас отключу аккумулятор Сколько будет без нагрузки Напряжение держит Это все Заслуга вот этого регулятора Теперь попробуем Поднять напряжение Поставлю я диод КТ-213 Сразу скажу Не очень-то это все получилось Как я ожидал Происходят импульсы и рывки 14,04 напряжение А так 14,1 Ну почти 14,2 Ну попробуем Кстати, когда если Подключить сразу к нагрузке Не может двигатель раскрутиться Не хватает А без нагрузки раскручивается И потом можно Спокойно Эксплуатировать Что по итогу, ребята Двигатель еле теплый Сам принцип работы Да Все положительно Система работает Далее по недостаткам Недостаток Самый главный Слабый двигатель 120 ватт всего Оборот хороший Но двигатель слабый Увы Надо держать помощнее Второй недостаток Просто Офигенно Низкое КПД Тут на трение На нагрев И на прочие Другие силы Столько тратится Энергии лишней Это Ну Несоизмеримо По экономичности Нет Не вариант Что еще Генератор В принципе Для зарядки Он 40 амперный Если двигатель Поставить Который сможет Его спокойно вращать Хотя бы При нагрузке В половину 20 ампер Вообще легко Это значит 200 аккумулятор И будет заряжаться Что еще По шумности В шуме Тоже проигрывает Это зарядное устройство Но даже не зарядное устройство Это преобразователь Шумность Большая Даже если Поменять везде Подшипники Он будет Просто едва слышен Все равно Шумность больше Чем от другого Блока питания Того же Транформаторного Правильно собранного Вес Вес тут Просто Охрененный Долго Вы его пешком Не унесете Тут я думаю Больше 15 кг Ну И по времени На изготовление Не скажу Что долго Вот эта вот Сварка Подгонка Нет В плане Как бы вам сказать Экономичности В плане Целесообразности Этот преобразователь Для зарядки Не годится В плане Эксперимента Повышение Кругозора Как бы Чтобы чем-то Руки занять Кого-то шаловливый Кого-то не очень Да Вполне Очень даже Очень интересная Штука Как конструктор Для общего развития Поэкспериментировать И попробовать Что-то новенькое В остальном Нет Ну и конечно же Если поставить Большой Двигатель Мощный Большой Генератор Мощный На те же 100 ампер Чтобы они В паре Хорошо работали Я вам скажу Толку Особо не будет Жирать Эта конструкция Будет Неимоверная Энергия Отдача Будет Минимальная Ну У кого Нету Вообще Трансформаторов Нигде взять Хотя я не знаю Где такие места Могут быть Ну все возможно Допустим Нету трансформаторов До хрена Вот таких вот Приблуд Собрать Сварить Можно Да Но больше Это ради баловства Как то так Народ Я думаю Это еще не последнее Видео Я это доработаю Сю эту Штукенцию Может быть Необещайно Может быть Даже найду Какой нибудь Двигатель Помощнее Если найду Обязательно Сюда инстеллировать Буду Вот Доработка Еще будет Но Снова Суть В принципе Все я сделал Все показал Может кто-то Даже Сделает Что-то подобное Повторит Но при этом Уже с достойным двигателем Было бы очень интересно Увидеть это Воочи Кому понравилось Пальцы вверх Кому нет Пальцы соответственно вниз Также Кому интересен Данный Контект Контект Поляха Муха Контент Кому интересен Жмакайте Кнопочку Колокольчик И Рядом Кнопочка Подписаться А может быть Наоборот Кому как удобнее Под то что Вам будет приходить Ведовление В выходе новых роликов На этом пока Все Продолжение следует...